Друзья, всем привет! Посмотрел я очередной ролик на канале Таганая про дульное устройство в играх и реальности. И в этом видео он сказал, что наиболее верное отображение дульных устройств, показанного в игре World War 3. Хотя про Тарков он в начале ролика тоже что-то упоминал, но в конце ролика то ли забыл сказать, то ли просто не посчитал нужным это донести. Хотя сам ролик мне понравился, снят он довольно отлично. Были реальные съемки с реальной жизнью и отстрелом с реальными дульными устройствами. Но мне стало интересно, как же влияют дульные устройства в игре Тарков. В игре Тарков, к сожалению, на АКМ ВПО нельзя повесить все дульные устройства, которые были показаны в видео у Таганая. Но эти дульные устройства можно повесить на АКМ, что собственно я и сделал. Хотя конечно по циферкам все уже было понятно. Определенный модуль влияет определенным образом на отдачу вертикальную и горизонтальную, но как это выражается в визуальной части, вы увидите в этом ролике. Итак, для начала я взял 4 дульных устройства с градацией отдачу, которую они поглощают, начиная от самого маленького, заканчивая к самому большому поглотителю отдачи. Итак, первый дульный тормоз это Ижмаш 6П1-014. В игре он отнимает 3% отдачи. Второе дульное устройство это уже довольно известный ДТК-1. Он отнимает 7% отдачи у оружия. Третье устройство это дульный тормоз компенсатор SRVV762 на 39. Он уже отнимает минус 9%. И последнее добавили с последним патчем. Это дульный тормоз компенсатор Lantec Dracon для АК. Он отнимает минус 12%. Именно эти устройства я выбрал для отстрела. Благо теперь не нужно выходить в рейд, чтобы попробовать оружие. Как влияет на оружие тот или иной модуль. Вы можете теперь все это сделать в убежище. Переходим в убежище. Смотрите, этим роликом я просто хотел дополнить видео Таганая. Потому что он почему-то не слишком много уделил игре Escape from Tarkov. И как здесь реализована отдача. И как конкретное дульное устройство меняет эту непосредственно отдачу. Считайте, это видео просто дополнение к ролику Таганая. И сильно не судите. Это чисто мое мнение. Не претендуя на истину в последней инстанции. Просто решил поделиться своим наблюдением. Итак, собственно, в видео вы видите, что я по очереди одеваю каждое дульное устройство. Тем самым по характеристикам вы также можете заметить, что вертикальная отдача меняется в лучшую сторону. При одевании все более навороченной и дорогого дульного устройства. Что касается на визуальной части, то здесь тоже все понятно. Конкретное дульное устройство понижает отдачу. Не знаю, почему Таганай не сказал, что в Таркове это в принципе, на мой взгляд, прекрасно работает. Возможно, я не так понял выражение Таганая. Но почему-то он сказал, что именно в игре World War 3, Третья мировая, именно работает правильно. А в Таркове, видимо, неправильно. Также дульное устройство не только меняет вертикальную отдачу, но и убирают немножко горизонтальную отдачу. Что в принципе, как и должно быть в реальной жизни. Визуальная часть выстрела также меняется. Смотря какое вы ДТК одели, пламя, выходящее из ствола, будет разным. Что в принципе, добавляет реалистичности этой игре. Ну что ж, дорогие друзья, не буду затягивать слишком это видео. Просто хотел поделиться с вами этим наблюдением. Такие мысли у меня возникли при просмотре видео на канале Таганай. Ссылку на оригинальное видео оставлю в комментарии. Можете также с ним ознакомиться. Кто посмотрел данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо большое за просмотр. Всем до скорой встречи и пока-пока.